Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи прошли масштабные пожарно-тактические учения. В спасательной операции на ЖД вокзале Эста-Садок участвовали 250 специалистов. Встреча с героями Отечества. Сегодня в Сочи прошли уроки мужества и знакомства школьников с историей земляков, защищавших рубежи страны в разное время. Общественный транспорт вышел на трассу Сочи-автодрома. Сегодня там прошел традиционный конкурс среди лучших водителей Краснодарского края. Участники Кубка мира по самбо уже в Сочи. Именитые спортсмены сегодня провели тренировку для местных самбистов. В Сочи ожидаются снегопады и гололед. Ночью и утром 7 и 8 декабря в предгорной зоне курорта прогнозируют дождь со снегом, переходящий в мокрый снег. Местами сильной осадки возможно налипание снега на проводах и деревьях. Гроза. На дорогах гололедится. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Сегодня же в Сочи прошли масштабные пожарно-тактические учения в рамках подготовки к зимнему сезону. На этот раз местом для отработки действий во время ЧАЭС был выбран один из самых оживленных социальных объектов Красной Поляны. Подробности далее. Ежегодно перед началом зимнего сезона, когда к новогодним праздникам в Сочи прибывает огромный поток туристов, сочинские спасатели проводят на особо оживленных стратегических объектах пожарно-тактические учения. На этот раз, по легенде, возгорание произошло на объекте транспортной инфраструктуры, железнодорожном вокзале станции «Эстасадок». По замыслу учений, на первом этаже помещения кафе произошло возгорание на площади 60 квадратных метров. От сильного задымления были деблокированные люди, заблокированные. Сигнализация пожарная сработала вовремя, прибыли силы и средства. Провели боевое развертывание, провели разведку, подтвердили, что есть два пострадавших. Первый пожарный расчет прибыл на место возгорания через пять минут после поступления сигнала на пульт 01. Само же возгорание было ликвидировано в течение 15 минут. Во время тушения основная задача не только локализация открытого горения, но прежде всего спасение людей. Двух статистов в роли пострадавших спасатели оперативно вывели из здания, обеспечив индивидуальными средствами спасения для безопасности органов дыхания. Успешно эвакуировав людей, спасатели передали условно пострадавших медикам. Цель таких тренировок – проверка готовности органов управления и сил гражданской обороны к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и выполнению мероприятий по гражданской обороне. За проведением комплексной и пожарно-тактической операции всех служб города внимательно следили в штабе. Всего в спецоперации были задействованы 50 единиц техники и порядка 250 сотрудников ведомственных структур. Понятно, что обязанность по тушению пожаров возложена на Федеральную противопожженную службу. Но пожарные обязаны тушить. Но вместе с ними должны быть и спасатели, и аварийные бригады. Если есть газ, газовщики должны отключить газ. Надо отключить энергетику, представители энергетиков должны быть и так далее. Водоканал обязательно. Все это сегодня здесь участвовало. Проведена неплохая тренировка и цели достигнуты. Этого мы и добиваемся. До Нового года такие пожарно-тактические учения пройдут на других особо важных социальных объектах, в том числе и в школах города. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Военно-патриотический парк «Патриот» откроют в Краснодарском крае. Проект сегодня обсуждали на совещании у губернатора. Подобный комплекс есть в Москве. На Кубани площадка разместится в станице Старомышастовской Денского района. На территории будет несколько тематических зон. По мнению Внемена Кондратьева, объект прежде всего станет местом притяжения для школьников и студентов со всего региона. 145 гектара будет парк. Площадь огромная. Это на самом деле маленький городок. Но он должен быть по-настоящему, отвечать тем требованиям, которые мы ставим сегодня перед молодежью. Именно военно-патриотическое воспитание. Я думаю, он будет просто востребован, чтобы там получить вот эти самые навыки, первые навыки или военной профессии, или просто для ребят, которые хотят в жизни стать настоящими мужчинами. Настоящий дух защитника отечества. Его надо воспитывать, формировать. В том числе и на примере героев, на примере людей, которые будут заниматься там патриотической подготовкой этой молодежи. Нужно сделать так, чтобы все выпускники 11 классов сборы между 10 и 11 классом все прошли. Все. Уверен, это инвестиции в будущее. Инвестиции, которые однозначно окупятся. Определились с 15 функциональными зонами на этих 145 гектаров. Это первоавиационная составляющая центра, это ВПП, взлетно-посадочная полоса, стоянки самолетов, ангары. Комплекс воздружно-десантной подготовки, аэродемической трубы для подготовки парашютистов, картодром, трасса мотокросса, площадка мотофристайла, площадка комплекса ГТО, полоса препятствий, скалодром. В парке «Патриот» планируется разместить даже комплекс для первоначальной подготовки водолазов. Вениамин Кондратьев поручил в течение месяца разработать алгоритм по подготовке территории и последующему техническому оснащению. Проектные работы планируют закончить в следующем году. Отремонтировать кабинет лечебной физкультуры, установить новые окна в детском саду и купить музыкальные инструменты для народного коллектива. С этими и другими просьбами обратились жители Кубани к вице-губернатору Анне Меньковой. Она провела в Краснодаре личный прием граждан. Вопросы в основном касались ремонта социальных объектов. К примеру, Татьяна Голстян из краевой столицы обеспокоена тем, что в детском саду, который посещает ее ребенок, оконные рамы в ненадлежащем состоянии. Они пропускают холод. Анна Менькова поручила заменить стеклопакеты уже в следующем году за счет муниципальных средств. А вот капитальный ремонт в одном из сельских домов культуры в Гулькевичском районе так быстро сделать не получится. В отрадо-ольгинском ДК уже 16 лет нет тепла и протекает крыша. За 40 лет существования здания его ни разу капитально не обновляли. Анна Менькова потребовала разъяснить ситуацию. Данный населенный пункт на сегодняшний день был не полностью газифицирован, а центральное отопление было отключено. От той котельной автономной, которая была, отключена была еще прежним собственником, перед тем, как передавалось сельское поселение. У меня просто поразительно слушать, что уже за 16 лет не было предпринято ни одной попытки решить этот вопрос. Пустили ситуацию, при которой сегодня из-за отсутствия отопления, эта ДК разрушается. Поручение вашему главе, вам, Министерству культуры, проработать совместно с Департаментом топливно-энергетического комплекса конкретно этот вопрос по этому зданию культуры. Дать мне все позиции по тому, сколько это стоит, и найти решение, как быстро мы эту проблему закроем. Кроме того, Анна Менькова взяла под личный контроль капитальный ремонт в кабинете лечебной физкультуры в одной из краснодарских поликлиник. Уже два года зал закрыт, а занятия проводят вне оборудованной для этого комнате. Вице-губернатор отметила, в помещении для ЛФК сделают ремонт, и пациенты уже в марте смогут там тренироваться. В морпорту Сочи начинают строительство новой защиты от волн. В ходе реализации проекта, одобренного ростовским филиалом глав госэкспертизы России, будет построена специальная волнозащитная шпора, примыкающая к Северному молу. Длина конструкции составит более 84 метров. С внутренней стороны установят стремянки, а все сооружение оборудуют леерным ограждением и лестничным спуском на Северный мол. На кронштейнах в железобетонном оголовке шпоры закрепят светильники, которые создадут светящуюся ленту вдоль наружной стороны ограждения. Предусмотренная проектными решениями конфигурация и размеры градительного гидротехнического сооружения обеспечат требуемый безопасный навигационный и волноветровой режим на защищаемой акватории, говорится в сообщении глав госэкспертизы России. Общественный транспорт вышел на трассу Сочи-автодрома. Сегодня там прошел традиционный финальный конкурс среди лучших водителей Краснодарского края. Какие новшества ждали конкурсантов в этом году, расскажет Татьяна Говоркова. Медобследование – обязательная процедура. Перед тем, как сесть за руль, ее ежедневно проходят все водители общественного транспорта, и конкурс тому не исключение. Наоборот, волнение может сказаться на показателях давления, а это уже не допуск к состязаниям. Первое испытание – теоретическая часть, в которой водители отвечали на вопросы по знаниям правил дорожного движения и истории транспорта. Уже тут часть конкурсантов отсеивается, а все потому, что к практической части могут приступить только лучшие из лучших. Водители стремятся приехать сюда. Они целый год, не то чтобы себя хорошо ведут, наверное, все-таки стараются не иметь никаких нареканий, иметь положительные отзывы как от руководителей, так и от пассажиров. И, соответственно, после этого их отбирают, и самый лучший из лучших приезжает сюда. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это в определенной степени поощрение для водителей, которые приезжают на эти соревнования. Но сладким это поощрение трудно назвать. Понервничать водителям все же пришлось. Причина – плохая погода. А это мокрая трасса и возможные проблемы при маневрах. К тому же в упражнения были внесены некоторые изменения. Мы сузили габаритные рамки некоторых упражнений, что заставит автобус, в буквальном смысле, парковать в несколько сантиметров. Что очень важно именно в городских условиях плотного потока, особенно курортного города Сочи. Я уже не беру крупные города. Соревнования хоть и проводятся на трассе, принимающие королевские гонки, но полихачить водители не могут. Все упражнения проходят только на так называемой стартовой площадке. И скорость здесь не на первом месте. В практической части у водителей было несколько испытаний, в которых необходима четкость маневрирования за минимальное количество времени. Это проезд змейкой, параллельная парковка и заезд в гараж. В некоторых упражнениях в салонах находилась вот такая емкость с водой. Здесь обозначен уровень воды и задача водителя – постараться расплескать ее как можно меньше, иначе он получит штраф минус 5 секунд. Проехать так, чтобы вода вообще не пролилась, невозможно, поскольку, чтобы стать победителем, нужно быть быстрее и точнее остальных. Но и в этом есть свои нюансы. «Самое интересное в этих соревнованиях, что ты приходишь, не знаешь, за руль какого автомобиля посадят тебя. И надо будет быстро сориентироваться, что куда, чего и как ехать. Габаритам, ну, всем остальным». Владимир представляет Сочи на этих соревнованиях не в первый раз. В прошлом году он уверенно держался в лидерах, но выиграть не смог. А все потому, что в итоге подсчитываются результаты всех упражнений. Водителям автобусов малых и средних габаритов помимо основных нужно пройти эстафету, а в больших рейсовых автобусах на скорость укладывают багаж. Все эти опции – показатель водительского мастерства, а значит, и безопасности пассажиров. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Конкурс длился целый день и, как только что стало известно, в своих категориях водителями года стали Роман Фисунов, Озниф Ромашкина и Евгений Гуленко. Отмечу, что он представлял на конкурсе «Город Сочи». Ну и продолжаем выпуск. В Сочи подвели итоги работы Городской антинаркотической комиссии. Сегодня в мэрии курорта состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по борьбе с вредными зависимостями. Сегодня прошло заключительное в этом году заседание Городской антинаркотической комиссии. Была озвучена некоторая тревожная статистика в вопросах борьбы с наркоманией и оборотом наркотиков. Высокое количество смертельных случаев, высокое количество отравлений в городе, которые фиксируются, связаны это с тем, что в настоящее время интернет-преступность стоит на ноге, на хорошей надписи появляется на заборах, на лавках. И молодежь агитирует за то, чтобы молодые люди вступали на этот путь, становились закладчиками. В поисках легких и быстрых денег в большинстве своем молодые люди соглашаются на эту работу. В итоге все заканчивается большим тюремным сроком. Поэтому подчеркнули на заседание, необходимо усиливать профилактическую работу в молодежной среде. Также решено усилить контроль за городскими аптеками, которые зачастую без рецептов продают всем подряд сильнодействующие психотропные лекарства. Такие организации необходимо лишать лицензии, отметили на совещании. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 8 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 5-7 днем, 8-10 градусов выше нуля. В торговом центре Сан-Сити уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с Сан-Сити. Северная 6. Салон-магазин Куранты объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии и России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии, лечение под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр Сан-Сити. Все подарки здесь. В Адлере в честь Дня Героев Отечества состоялось торжественное мероприятие. На знаменитой Аллее Героев юно-армейцы сегодня возлагали цветы. Официальное название улицы – Карла Маркса. Но адлерцы ее называют не иначе, как «Аллеей славы». Здесь расположены стеллы, на которых описаны истории подвиги Героев Советского Союза. Среди них и сочинец Мартирос Нагулян. Родился он в Верхней Хобзе, а погиб в Польше. Командир штурмового авиаполка за проявленное мужество и отвагу был награжден двумя орденами Красного Знамени – Орденом Отечественной войны второй степени и Орденом Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Также именем Мартироса Нагуляна названа улица в Адлерском районе. Цветы к стелле Героя сегодня возложила и его внучка. «Как говорят его однополчане, был очень хорошим человеком. И мы им гордимся, конечно же. Очень рады, что в нашем роду есть человек, который смог для Родины, для нашей, для всего народа сделать столько всего хорошего. Погиб он в Польше над селом Древница». Участие в митинге приняли юнормейцы, а это воспитанники сразу нескольких школ города. «Я очень горжусь, что в нашем городе есть Аллея Героев, где мы можем почтить их память, ведь они совершили большой подвиг ради чистого неба над головой». «Мы с моими друзьями юнормейцами пришли на Аллею Славы, чтобы возложить цветы на стеллы. Я очень рада, что на нашей Родине есть такие люди, которые защищают нашу страну». Возложить цветы к стеллам Героев пришли десятки горожан. Поздравил жителей района с Днем Героев Отечества глава Адлерского района. А в 13-й Сочинской школе в честь Дня Героев Отечества провели встречу школьников с Героем Советского Союза, первым командиром спецподразделения «Альфа» Виталием Бубениным. Как и положено, Герои России встречали сегодня торжественно. Школьники давно уже мечтали увидеть первого командира спецподразделения «Альфа». Виталий Бубенин живет в Сочи. Учителя понимают и отечественные фильмы, и книги, и реальные беседы с героями, которые живут по соседству. Все это непременно останется в памяти девчонок и мальчишек. Воспитание патриотизма всегда начинается с изучения истории России, в том числе современной. Сочинским детям в этом отношении повезло немного больше. Город приграничный. «У нас очень большая работа проводится, и не зря нашим социальным партнером является общество ветеранов погранвойск. Много совместных мероприятий. Например, недавно мы открывали музей, который у нас находится по соседству с школой. Музей Великой Отечественной войны, истории Великой Отечественной войны. Приезжают пограничники, которые уже офицеры в отставке, проводят уроки мужества. Мы выезжаем в части пограничных, где дети могут воочию посмотреть на тех людей, которые несут службу и отдают долг Родине». День Екатерины Александрийской отмечают сегодня православные верующие. Святая является небесной покровительницей Краснодара и Кубани. На службу в Кафедральный собор Кубанской столицы, который носит имя Великомученицы, съехались верующие со всего края. В Божественной Литургии также принял участие губернатор Вениамин Кондратьев. Сегодня вспоминают подвиг Екатерины. Она проповедовала учения Иисуса Христа. И за это римский император Максимин приказал ее казнить. Считается, что святая помогает во время трудных родов. Также своей покровительницей Екатерину называют философы. Просят поддержки у нее преподаватели и ученики. Ну а в сочинском храме преображение Господня, что в хосте, сегодня собирали урожай. Снимались деревья в поспевшие мандарины и апельсины. По традиции первыми цитрусовые пробуют прихожане. У старейшего сочинского храма, который расположен в хосте, богатое зеленое убранство. А гордостью стал цитрусовый сад. Он был заложен несколько лет назад. Саженцы привезли из Италии. А садовники Светлана Гончарук и Николай Соколов вырастили деревья, которые ежегодно обильно плодоносят. Попробовать мандарины и апельсины, выросшие на церковной территории, можно будет в это воскресенье. Плоды раздадут прихожанам сразу после божественной литургии. Конкурс полного и короткого метра, мастер-классы и бесплатные показы фильмов в городских кинотеатрах. Город в третий раз проводит Сочинский международный кинофестиваль «Ирида». В преддверии его старта состоялась пресс-конференция, на которой рассказали, чему будет посвящен конкурс в этом году и представили главную награду кинофестиваля. Сочинский международный кинофестиваль проводят на побережье в третий раз. В этом году он пройдет с 11 по 16 декабря в Олимпийском парке. Я очень горда тем, что третий сочинский международный открытый кинофестиваль состоится в нашем городе. В нашем городе много всяких событий. В календаре этого года более трехсотых. Но собственного кинофестиваля у нас нет. Есть только тот, который есть сейчас. На участие в фестивале было подано 800 заявок от российских и зарубежных кинематографистов. В итоге в конкурс прошли 14 полнометражных лент, 10 короткометражек и 9 документальных фильмов. Отмечу, что одна из задач кинофорума – восстановление и укрепление культурных и экономических связей между Россией и Великобританией. Вы знаете о некоторых неблагополучных каких-то отношениях между Россией и Великобританией. Но, как сказал Лев Николаевич Толстой, мы выше политиков. Мы выше политики, потому что мы работаем с душами людей. Самое прекрасное творение – это кино. Не с оружием в руках. Это делается только через искусство. Кинофестиваль в этом году пройдет под эгидой мирового женского движения. Женский акцент прослеживается во всем. От состава жюри до тематики кинолент. И даже символ фестиваля – богиня радуги Ирида. Ее образ был использован при создании статуэтки для победителей киносмотра. Интересен кинофорум будет и сочинцам. Горожане в течение фестивальной недели смогут посмотреть фильмы в муниципальных кинотеатрах и в залах Люксора. Абсолютный Кубок мира по самбо впервые проводится в России, в Сочи. Он посвящен 80-летию этого вида спорта. Накануне международного турнира состоялась открытая тренировка юных спортсменов курорта с заслуженными тренерами и спортсменами России и Белоруссии. Разминка в центре тяжелой атлетики Югспорта с именитыми спортсменами. Об этом юные сочинские самбисты могли только мечтать. А завтра они смогут увидеть поединки в рамках абсолютного Кубка мира по самбо. Решение о его проведении в Сочи было принято год назад. В прошлом году в Сочи прошел чемпионат мира по самбо. И как-то осталось очень хорошее впечатление от самого города, от Олимпийского парка, от того, как нас принимали. И было принято решение сделать это в Сочи, так как это, собственно говоря, мы считаем спортивной столицей нашей России. Организатором Кубка стала ассоциация спортсменов «Мы родом из самбо». Сам турнир проводится на призы Союзного государства России и Белоруссии. Принимают участие 16 сильнейших спортсменов мира, в том числе из Германии, Нидерландов, Латвии, Украины, Узбекистана, Белоруссии. Это очень развитый вид спорта у нас. Я горжусь, что мы даже иногда побеждали Россию, а победить Россию в самбо – это то же самое, что Бразилию в футболе. Поэтому он у нас очень популярный. И без сомнения, что вот это решение войти нам, самбистам, в семью Олимпиады, в олимпийскую семью, еще большее развитие получит в Белоруссии. Самбо первым из российских национальных видов спорта получил олимпийский статус. Правда, пока временно. Такое решение принял МОК. И в 2024 году самбисты смогут принять участие в Олимпиаде. Стоял у истоков развития международного самбо. И мне, конечно, очень приятно, что наконец его признали. А его должны были признать, потому что очень красивый, динамичный, популярный вид спорта у молодых людей. А имена победителей абсолютного Кубка мира по самбо будут известны уже завтра вечером на закрытии международного турнира в центре Адлер-арена. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Телеграмы в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Новосибирск